Доброго времени суток, друзья! Сегодня, пусть и с небольшим опозданием, но мы вам расскажем о повышенной метеорной активности, которая наблюдалась в начале сентября этого года. Дело в том, что 9-го числа любители астрономии могли наблюдать максимум активности метеорного потока сентябрьские Персиды. Но вместо 5 метеоров в час, а это абсолютно стандартное значение для этого потока, они наблюдали 50-60 метеоров в час. Активность длилась 2 часа, с 21 по 23 часа по всемирному времени. При этом наблюдатели отмечают, что было очень много ярких метеоров. Надо отметить, что сентябрьские Персиды уже давали всплеск. Аналогичная ситуация была в 2008 году. Но в 2013 году всплеск был предсказан заранее. Но курьезная ситуация заключается в том, что автор прогноза по каким-то причинам забыл о своих расчетах. Подробности у Михаила Маслова. Финский исследователь, прогнозист Эско Литинин, он делал прогноз о том, что в 2013 году возможен всплеск активности сентябрьских Персид. Подобный всплеск ранее состоялся в 2008 году. И предполагая, что активность вызвана неизвестной долгопериодической кометой, отмечу, что родительский объект сентябрьских Персид неизвестен. Так вот, на этом предположении Эско Литинин, проведя расчеты, сделал вывод, что в 2013 году тоже возможен всплеск активности. Само по себе такое предположение его нельзя было назвать идеально точным. Оно вполне могло оказаться неверным. И Литинин, в общем-то, так осторожно достаточно делал данный прогноз. Тем не менее, он оправдался. Но сам Эско забыл про этот прогноз. Так уж получилось, и вспомнил о нем только после того, как действительно случилась эта активность. Ну и вот подобным образом произошла ситуация, когда был прогноз, но в то же время всплеск оказался неожиданным. Тем не менее, поскольку он, этот всплеск, состоялся, можно сказать, что это предположение Литинина, о том, что сентябрьские персиды связаны с какой-то неизвестно долгопериодической кометой. И метод расчетов, который применил Литинин, он вполне работает.